Добрый день, дорогие подписчики! Сегодня мы с вами опять встречаемся. Ну, спонтанно так мы решили сегодня снять вам что-то вам знакомо, что-то незнакомо. Просто дочь моя сегодня решила прогенералить кухню нашу. И, значит, все полочки там, все шкафы протирала. И вот решили спонтанно снять моих помощников на кухне. То, чем я пользуюсь, что мне очень помогает. Ну, подписчики, может быть, некоторые скажут, что мы все это уже видели. Но что-то видели, а что-то нет. Но я вам говорю, показываю, да, для чего? Для того, чтобы каждая, ну, уважающая себя хозяйка, она приобрела эти вещи. Они очень помогают, вообще-то, в хозяйстве. Хочу сразу, значит, отметить, что не все, что можно иметь на кухне, у меня есть. Я вам дальше, в общем, расскажу, что бы я еще хотела иметь, но пока я этого не имею. Итак, начну я, вот, значит, на кухне каждой хозяйки, конечно, в первую очередь, я так думаю. Значит, моя такая главная помощница – это моя японская мясорубка. Вот она перед вами, эта мясорубка. Вот сейчас, если вы посмотрите, вот она. Я ее привезла из Казахстана. Вот, этой мясорубке по меньшей мере уже лет 15. И что я вам хочу сказать? Что за все 15 лет эксплуатации этой мясорубки я ни разу не точила ножи. Тут, вот тут вот решетки, три решетки. Крупная, средняя и самая мелкая. Ну, мелкую, конечно, я очень редко использую. В основном, если фарш я кручу, то я ставлю вот эту крупную решетку. Что мне в этой мясорубке, дорогие друзья, нравится? Когда-то я не пожалела денег, купила, и я сейчас об этом ни грамма не жалею. Эта мясорубка, вот, посмотрите, она, здесь написано, сделана в Японии. И фирмы Panasonic, да, посмотрите. И тут указаны эти обороты, которые турбо она может делать, да. Мне нравится в этой мясорубке вот что. Вот этот съемный багажник, я его называю. Я мясо нарезала, все вот сюда сложила, потом водрузила вот сюда, и по одному кусочку при помощи вот этой скалочки я сюда опускаю. Мясорубка эта электрическая. Теперь, что мне еще нравится, что у мясорубки вот эта сама, самая главная часть, она съемная. Она, в общем-то, не пачкает основное тело этой мясорубки. Там электропривод, все электрические дела. А вот с мясом, например, да, или там с овощами, имеет дело только вот эта часть. Только эта часть. Вот сюда погружаешь, легко снимать ее. Вот, посмотрите, я у вас сейчас на глазах. И вот так ее. Раз. Нужно попасть вот таким образом и потом закрутить до отказа. Вот так закрутил, все, вот она, вот так. Теперь сюда водрузить этот багажник, как я его называю, да, и включить в электросеть, и мясорубка крутит. Хочу сказать еще раз повторить, что за время эксплуатации этой мясорубки вот этот вот нож ни разу не ломалось. И вот этот нож, ну, крестообразный нож, вы все знаете, да, вот она. Вот этот нож ни разу не точился. В интернете очень много способов, как точить этот нож. Некоторые хозяйки даже идут в мастерские, там им затачивают, да. Но за 15 лет я ни разу не точила. Видно? Фарш выходит очень хороший, да. Если, конечно, не каша. Я, дело в том, что стараюсь фарш не крутить мягкий. А всегда вот если я достаю, то стараюсь разморозить, и в полузамороженном состоянии фарш крутится очень хорошо. И вот мне-то окажется, что, наверное, здесь предусмотрены самозатачивающие, да, самозаточка этих ножей и об решетку, вот оно вот так вот соприкасается, и самозаточка идет. Вот так я храню эту мою мясорубку. Я так думаю, что, наверное, она еще долго будет служить, эта мясорубка. Мне уже служит сколько, после меня еще будет служить. Включается она вот так, ну, дочери моей. Включаешь, и вот таким образом. Раз, включил. Надо выключить. Раз, выключил. Очень все просто. Вообще мясорубка, конечно, очень замечательная. Теперь многие из вас, дорогие мои подписчицы, знают вот эту мою вещь. Я уже вам показывала, рассказывала, и многие даже спрашивали, мы давали, значит, советы, где можно приобрести эту вещь. Эта вещь, конечно... Мы ее покупали в Южной Корее на сайте. Да, мы ее покупали в Южной Корее, но в других местах, в России, в Казахстане, например, можно тоже приобрести аналогичные. Потому что, я так говорю, потому что у меня в Казахстане была точно такая же. Только единственное, что... Ой, сейчас, минуточку. Сейчас. У меня там, вот посмотрите, какая красивая эта вещь. А у меня там в Казахстане она была вот эта пластмассовая штучка. Была тяжелая, пластмассовая. Вот. И как-то я нечаянно уронила вот эту вещь. И у меня вот эти зубцы, несколько зубцов сломалось. А вот эта вот, конечно, она не сломается. Ну, может, деформируется. Она, значит, прикручивается вот таким образом. Вот таким образом прикручивается. Значит, вот тут есть такое приспособление, как у мясорубки, как у наших мясорубок. Вот помните, мы вот так вот прикручивали эту мясорубочку. Вот в этом месте она вот так. вот так прикручивается сейчас вытащу вот таким образом прикручивается я тут закручиваю гаечку и все и закрепляю и потом могу спокойно пользоваться вот это вот она ручка а эта ручка она вот сюда вот вот сюда вставляется и вот так вот таким образом крутится до крутится кроме этого есть еще у этой значит лапшерезка да хотела быстро сказать вот она посмотрите какая лапшерезка она тоже вот сюда это лапшерезка она вот таким образом вот так сейчас немножечко сейчас вот так и одновременно надо попасть сейчас секунду не вижу она должна зайти сюда я вот этот агрегат мы сюда подключили и теперь служит как это лапшерезка посмотри сначала здесь получается такие вот ленточки пласты да хотите тоненько хотите это регулируется тоже вот этим вот регулятором хотите потолще значит вы ставите на семерку хотите совсем тонко на двойку на единичку и потом вот водружается вот этот агрегат и при помощи вот этой ручки вот так тоже можно вот так вот крутится сейчас вот видно да что крутится и лапшичка здесь мелкая мелкая а на этой стороне на этом вот вот посмотрите видите видно что крутится да здесь получается лапша пошире вот такая замечательная у меня помощница на кухне кстати я очень рада что мы приобрели эту вещь вот хочу сказать большое спасибо внучки нашей которая выписала нам по интернету эту вещь вот просто замечательная помощница мы иногда очень часто там бешпармак когда варим да чтобы не заморачиваться не раскатывать вот эти вот огромные вот такие лепешки вот как у меня на родине в казахстане но это у нас на казашки конечно они мастерицы большие они очень хорошо да могут ну а мы вот на этой машинке вот такие пласты раскатываем и ну ничуть не хуже да можно манты когда манты пельмени тогда конечно мы делаем вот такие вот такие ленточки пласты а потом при помощи вот этих вот сейчас я вам покажу вот при помощи вот этих вот штучек если пельмени то значит такие кружочки вырезаем теперь если манты есть вот такой по бы побольше вот он побольше вот вот такие помощники в общем у меня на кухне да значит мясорубку мясорубку тоже уберем так теперь посмотрите многие мои подписчицы знают знакомы вот этой вещью вот эта вещь вот это кстати вот вы знаете когда я жила там у себя на родине я такой вещи там не видела а вот приехала сюда и вот это вот лука резко чеснока резко да много овощей можно резать при помощи вот этого агрегата он значит очень просто незатейливо сделан посмотрите вот тут вот вот он стальной винт один и стальной винт другой и между ними вот такая пластмассовая лопаточка она размешивает овощи а приводится в движение мне электричеством а очень просто оказывается вот на шнуре вот эта ручка я вот так когда тяну вы посмотрите я буду медленно сейчас тянуть чтобы вы увидели видите вот видно вот вот она крутится тем самым вот эти лопасти стальные они разрезают овощи вот мне очень нравится эта вещь когда нужно мне лук например для пельмени для мант нарезать и получается не очень крупно не очень мелко но это зависит от количество за самому регулировать от количества как я говорю вот этих дерганий чем больше надергаешь тем мельче получается вот такая замечательная вещь хочу сказать дорогие мои подписчицы значит по нашему совету многие из вас пишут что они уже приобрели выписали там в этих у вас там на родине в магазинах по интернету и я очень рада что вы тоже познакомились с этой вещью вот так теперь непременным конечно 3 атрибутом на кухне у меня каждый день почти я пользуюсь вот эти у меня электронные весы эти электронные весы мне подарили внуки тогда когда приезжали туда в гости к нам в казахстан они уже сами здесь жили приехали как-то в гости и подарили вот эти электронные так что это купленная весы вот эти в казахстане посмотрите они электронные вот они вот включаешь пока сейчас обнуление идет теперь я ставлю чашу вот эту да это чаша 120 я уже знаю наизусть 120 можно обнулить не вот и взвешивай пожалуйста хочу сказать что дорогие женщины многие конечно из вас я знаю готовят когда на кухне они на глаз делаю вот но я последний я раньше тоже все на глаз делала вот так руками щепотку брала а последнее время почему-то я не надеюсь на себя и поэтому пользуюсь вот этими весами они очень удобные причем вот вот посмотрите я попользовалась до попользовалась вот табло горит еще видите горит да теперь я вот так сложила вот таким образом и сюда в шкаф вот у меня место прямо специально для этого вот это место это специально для вот этих весов теперь о хочу сразу потом показать вам что рассказать что это такое теперь посмотрите у меня там мы не стали доставать мерные кружечки вот эти стеклянные они мерные тоже очень хорошо помогает начиная от 50 100 миллилитров и до полу полулитра так сказать вот теперь очень часто я пользуюсь вот кира еще покажи вот этими воронками долгое время в корее тоже вот воронки нужны мне были а я не знала где их купить а потом значит увидела в этом магазине да и со и мне очень эти воронки помогают час а помогает каким образом а посмотрите у меня вот там растительное масло в маленьком пузыречки а пятилитровое я же не буду каждый раз и поэтому я при помощи этой воронки переливаю туда и пользуюсь ну в общем хозяйстве воронка очень нужна и так мы перешли плавненько вот в руках у меня еще другие весы это тоже электронные весы вот посмотрите о включились когда мне нужно что-то взвесить например не на тех весах а вот например когда сын мой привез рыбы много-много и рыба была мне нужно было ее взвесить мне было интересно то мы рыбу помещали в пакет и конечно же пакет вот сюда потому что в эти на этих весах не очень-то взвесишь тем более эти весы у меня до 3 килограммов а вот эти весы они в общем позволяет до 15 килограммов по моему взвешивать вот так вот я сейчас буду дергать да ты сколько не наберешь ну сколько жанна ну хорошо три сколько сил у меня позволяет то есть вот эти весы тоже я изредка пользуюсь конечно не часто но пользуюсь то есть вот такое приспособление теперь посмотрите что у меня выставлено вот здесь это у меня значит набор фирмы браун кстати хочу сразу отметить этот набор мне лично подарила когда мы сюда приехали тоже внучка лена супруга моего внука этот фирма браун вот кстати вот написано что эта фирма браун это по-моему немецкая фирма была вот такая большая черная коробка и это было так красиво все упаковано сейчас конечно я коробку это выбросила потому что во первых ее хранить негде а так я ее в разобранном виде храню вот на этих полочках вот на этих полочках вот кира сегодня мыло там эти полки от пыли все освобождала и поэтому вот мы решили заснять хочу сразу сказать что раньше когда я у меня не было вот такого приспособления ну вот например яйца с сахаром надо взбить это нужно долго долго во первых взбивать потом качество не то есть блюдо которых требуется яйца с сахаром взбить до пышной белой пены и конечно это руками вручную сделать очень трудно а вот с приобретением вот этого значит комбайна можно так сказать да сейчас у меня проблем нету вот это вот веселка ну у меня есть еще такая вот ручная это да погружной погружной блендер очень хорошо тоже помогает я при помощи этого погружного блендера столько уже майонеза сделала вот сюда все ингредиенты включая это выливаешь потом сюда подключаем мы этот электропривод и при помощи этого блендера значит мы все перемешиваем получается а так вот я например я не знаю я смогла бы майонез майонез я бы не смогла наверное бы так сделать без вот этого вот погружного это взбиваем и да тоже сюда вот яйца сахар там соли так далее взбиваем теперь вот посмотрите у меня вот есть наподобие вот этой лукорезки то же самое посмотрите но это электрическая тоже подключаем вот этот электропривод и то же самое там вот посмотрите вот видите стальные лопасти да они в общем помогает тоже хозяйки но можно и на этом и можно и на этом пользоваться теперь здесь вот всевозможные муссы можно взбивать пользуемся в общем вот таким я я так теперь могу назвать это прям целый комбайн у меня да целый да там тоже это вообще еще даже ни разу не пользовалась да вот это видите вот тут вот в целях безопасности вот это да хранится так чтобы руки не поранить вот таким образом так я вот так на на прокину да вот так ну вот огромная конечно благодарность лени нашей за то что она мне подарила такую нужную в общем-то вещь вот теперь посмотрите у меня вот такая вещь интересная да но она не обязательно что ли я говорю ну просто издеваются посмотрите что это такое посмотрите это вы не поверите это заварник вот так освобождаем насыпаем сюда чай туда чай насыпать бляда мучение либо вообще кофе на ли тоже можно теперь закрываем это дело вот так я гну это только ребенку в игрушки играть наверное но если кому-то нравится теперь опускаем вот так содержимым сюда видите вот у него вот руки за борта вот так держится чтобы не опрокинуться не утонуть там и наливаем кипяток кипяток конечно наливаем до вот этой сеточки выше там где вот это вот резиновая конечно не нужно и ждем когда заварится чай но честно я вам скажу мне никогда да мы вот в чайнике лучше заваривать а теперь обратите внимание обратите внимание это вот кружка сынок как-то пошел какой-то был праздник он пошел и вот эти кружки там в общем продавались он взял еще и наши фотографии из сотового телефона сюда теперь вот посмотрите вот это серьезная конечно вещь эта вещь кстати она тоже куплена леной вот эта вещь посмотрите что это такое и что вот здесь написано в школе ты мам да кофе да и вот там три отверстия ставится это на кружку вот так да мы уже несколько пользовались этим а на этом до этого тоже сынок мой сделал это наш внучок вот внучок это мой внучок а наш правнук да теперь посмотрите что лена нам еще купила оса окаться к этим кружкам продаются вот такие японские вот написано да вот made in japan да вот такие фильтры бумажные фильтры вот так я мы пользовались конечно этим вот так они вам напоминают что чашку вот так сюда опускается насыпается сюда кофе если у вас есть кофемашина то конечно в кофемашине лучше но есть еще и кофемолки такие специальные которые в домашних условиях помогает кофе зернистый размолоть потом это вот сюда высыпается вот сюда высыпается размолотый этот кофе можно такой кофе и потом сюда выливается кипяток посмотрите эти дырочки вот там сквозь эти дырочки уже в кружку выливается готовый кофе ты можешь вот так подождать пока все это отфильтруется все жидкость а уйдет вниз и потом сюда можно хочешь сахар хочешь сливки хочешь молоко что хочешь можно добавлять вот так здесь вот в этой пачке 90 штук вот тут указано 90 шутка кофе фильтр написано видите на английском языке вот такие помощники у нас на кухне но хочу сразу вам сказать что я как настоящая казашка как-то кофе не очень мне ближе чай я только сегодня утром рассказывала только сегодня утром рассказывал еще утром проснусь лежу и уже предвкушаю какой чай сегодня утром я буду пить и только чай я люблю но это чисто казахской мое происхождение жила много лет там и поэтому ну вот по-моему мы обо всех этих вещах рассказали а вот я достала хотела и вам показать вот это вот сюда мой помощник тоже самый главный что такое это рецептурная книжка вот тут у меня все рецепты которые я встречаю я вот сюда их записываю вот посмотрите булочки тыква баурсаки рыба котлеты все что нужно тут вот посмотрите теперь я думаю почему я все вот так сюда написала нет мне надо купить три таких блокнота причем вот таких это для мясных рецептов следующая книжка будет для теста для все что из муки и следующая там например салаты из овощей все что из овощей и все это переписать вот ну время будет если я наверное это сделаю я даже заходила в магазин где продаются вот эти канцелярские эти вот вот такой блокнотик качественный конечно он стоит три тысячи а побольше который стоит пять тысяч но я на тот момент не стала покупать и посмотрите вот здесь киа вы же знаете есть автомобили на этом киа да вот так так что вот это мой тоже главный помощник к старости память уже стала слабеть и вот вы знаете я могу допустим стихи помнить но вот рецепты у меня в голове никогда не держится мне нужно обязательно заглянуть в рецепт рецепты у меня не держится вот такие у нас помощники вот такое сегодня значит видео мы сняли чтобы показать что мне помогает на кухне вот так друзья ну желаю вам тоже иметь таких помощников на кухне если понравилось вам то пожалуйста приобретайте пользуйтесь и подписывайтесь ставьте лайки нам вот если я вам помогла я буду очень рада